всем привет cinema 4d r21 хочу в этом ролике рассмотреть именно референции также напоминаю что он на канале находится все ролики разбиты именно по по плейлистам заходите в плейлисты и смотрите по разным программам чтобы уже не было вопросов что какая-то непонятная каша находится на канале видео разбиты давайте рассмотрим именно референции тут будет два варианта первый вариант в принципе схож с блендер заходим именно вот находим примитивы задерживаем левую кнопку мыши и заходим находим плоскость подгружаем плоскость также если она маленькая для какой-то сцены можно нажать скайл и скайлом вот здесь вот так все это делаем увеличить уменьшить развернуть плоскость можно именно от этой функции вращения вот таким вот образом или вот здесь вот в этой функции именно вращения можно поставить 90 набираем на клавиатуре 90 и жмем enter вот все выставляется колесико удаляет приближает переключаемся теперь именно на функцию переместить уменьшаем рабочее пространство и вот так вот поднимаем до того уровня какой нам нужен зажатый alt левая кнопка мыши и зажатая alt правая кнопка мыши отдаляет зажатый alt и колесико вертит крутит нажимаем два щелчка именно вот в этой рамке рамки здесь есть создать правка вид выделения и вот появляется материал нажимаем два раза на материал открывается вот такое окошко окошко правка материалов заходим в цвет вот ставим галочку и ставим здесь вот подгружаем именно вот в этой плоскости текстура именно картинку ну пусть картинка будет опять емду жмем да вот картинка подгрузилась интерполяция мип сдвиг смаза и так далее здесь вот настройки уровня режим смещения ну пока они нам не нужны все закрываем все это дело здесь вот подгрузилась именно текстура зажимаем левую кнопку мыши и вытягиваем вот эту вот текстуру бросаем на плоскость подгрузилась вот такая вот текстурка теперь можно с ней уже работать немножко освещение тут нужно поменять но это уже другой вопрос вот так вот если перевернуть ее то можно немножко развернуть вот таким вот образом вот такой вот ем до у донда и теперь можно переключиться именно на переместить вот этот функция и включить какой-нибудь примитив зажатый в левую кнопку мыши допустим сферу alt левая кнопка мыши вверх и крутит и вот так все это дело можно приподнять и уже работать вот таким вот образом вот таким вот образом вставить видимо сетки вот такая штука можно можно видеть сетку плоскости и сетку именно примитива вот такая штукенция нажимаете нажимаете на конвертацию так ну вот такой первый способ затенение можно убрать именно с плоскости вот таким вот образом сфера плоскость можно отключить именно вот в этой функции где находятся все саптулы вот таким вот образом менеджер слоев можно включить и уже здесь тема появляется для другого именно ролика так все это дело закрываем вторую если вторую плоскость также можно подгрузить подгружайте вторую плоскость сюда щелчок по ней вот так вот левая кнопка мыши и опять же два щелчка нажимаете на материал и подгружайте в функции цвет именно текстуру опять допустим вот эту боковую открыть жмете да закрываете и теперь второй материал перетаскиваете на плоскость эту плоскость можно также перекрутить вот так вот и также можно ее подкорректировать вот таким вот образом подогнать и где-то нажать если нужно то уже скайл выбираем выбираем сферу вот так щелчок щелчок вот здесь вот в панели на сферу и можно ее именно передвинуть вот таким вот образом также можно выбрать плоскость один и немножко допустим здесь вот ее подкорректировать выбрав 90 вот она стала ровно также ее можно немножко отвести в бок вот сюда вот так и немножко вытянуть сюда вот так корректировать немножко вот так вот поставить вот таким вот образом все теперь можно именно лепить чуть чуть побольше даже можно поставить это уже смотрите на референции как чего куда размер ловите голову где-то вот таким образом приблизительно а эту можно тогда немножко уменьшить ну вот такая незатейливая штука с рефами двухсторонний прикольно так отражение можно выключить вот теперь будет все это дело без отражения нажимаем второй материал и отключаем тоже отражение вот теперь все это выглядит более четко более прикольно так это первый вариант файл закрываем именно закрыть сцену нам ее сохранять не надо жмем нет ну еще один способ как установить референции это вот нажимаем колесиком по экрану делится на 4 окна находим настройки допустим в любом окне настройки вида включаем фон изображение и подгружаем сюда изображение вот изображение вставлено теперь можно щелчок колесиком подгружаете какой нибудь примитив допустим сферу представление включаете затенение гуру и вот теперь здесь можно смотреть и моделировать уже референции будет сзади вот таким вот образом щелчок опять же находим другую именно ось жмем опять же настройки находим настройки вида и повторяем вот такую вот штукенцию ну допустим вставим вот такую картинку щелчок именно левой кнопкой мы колесиком пардон и нажимаете представление затенение по груту и вот здесь вот таким вот можно способом вставлять рефы все всем пока до свидания вот такие два способа были рассмотрены что увидите только я